всем провод не станут неделя 2 вчера мы с вами успешно варили крышу и осталось нам крыло и панель желательно сегодня всю приварить время конечно уже пол первого но до 6 далеко поэтому приварим пока стояло крыло завел кусочек борзговика с донорской части шок вот шок сплошной завел пару зажимов дал пару точек оттуда дал потом уже снял крыло обрезал заварил сейчас загрунтовал грунтовка подсохнет и будем вживлять крыло по зазорам у нас здесь проблем нет здесь замечательно здесь все замечательно поэтому поэтому не вижу проблем не переварить крыло сейчас говорю грунтовка высохнет вживлю крыло вживлю панель и опять будет наборка закладные закладные закладная 1 закладная 2 а закладная третья ну сантиметр здесь и миллиметров 5 там так не не вижу проблем чтоб не одеть крыло самолет кукурузник самолет где нам я фиг его знают улетел самолет здесь у нас немножко вот так туда заводится и не заводится подло не заводится так что одевал просто мне не понравилась загнутая эта штука я взял ее загнул и по ходу много так теперь палки доза завелась теперь нам еще арочку надо прижать о нас как бы замальцовывается потом замечательно и есть один саморист который у нас теперь как направлялка работает Готово. Крыло у нас двигается, выставляется, ригель перекрутил с родного, потому что на доноре немножко не такой был. Поясня. Хоть час били, варим. Поясня, поясня. В общем, а, все хорошо, заднюю панель, сейчас панельку наживлю. Иногда такую фигню делаешь, что сам не понимаешь, нафига. Я набрал машину, не, это надо, все правильно я сделал, что набрал. Сейчас открою. Я набрал машину и увидел, что бампер защелкается в панель. Что бампер защелкается в панель, как бы на защелках. Ну и тут у меня логика сработала, почему-то. Сейчас мы на бампере дадим центр, и когда он защелкнется в панель, мы потом его подвинем и выставим, как бы сделаем, чтобы меточка с панелью совпала. А потом, когда бампер защелкнул, понял, блин, а при чем здесь эта меточка, если бампер-то в панель защелкается, мертва. А я, наоборот, подумал, он еще выставляться может. Забудьте. Забудьте. Набрал машину. Стопики без проблем стали. Пластмасска вся поломанная. Клипс нету, но, тем не менее, она стоит вроде и нормальненько. Вот, совпало. Бампер даже по центру получился. Синяя там поломанная, поэтому сильное не совпало. Ага, здесь все примерно в пределе допуска. Но здесь не защелкивал, не надо оно нам. Нам все равно так, примерно общий вид надо вырисовать. А, знаете, зачем я защелкнул? Точно. Ой, зачем я наметил? Вот у нас панель относительно всего автомобиля, она двигается туда-сюда. И почему выставлять ее тоже, фиг его знает. По замку, так, замок тоже немножко двигается. В общем, нам бампер нужно было померить, чтобы... Ага, чтобы убедиться, что бампер стоит в центре. Есть. Если бы сейчас бампер был сдвинут относительно своих креплений, тогда мы панель, мы могли панель, двигая туда-сюда, угадать эти центры. Ну, хорошо, что угадывать не пришлось, оно все совпало. Короче, можно брать и варить крыло. Ну, как всегда, хочется аж перестраховаться, 10 раз все перемерить. То есть, следит за ремонтом, я говорил, что на 5 миллиметров угол у нас выше был. На 3, по-моему. Да, да, на 3. Я тогда еще стягивал. После того, как вчера крышу поприваривал, прижимал зажимом тем, который мы с вами делали, там, где-то он за дрелью лежит. Только что перемерил, уже нифига не надо никуда. Уже все. Уже все ровненько по высоте. Оп. Оп. Ой, какой большой некрасивый. Ой, какой такой самый большой что-то некрасивый. Ай-яй-яй. Бампер такой, зазор по крышке бампер. Ну, главное, что сейчас вот бампер стоит одинаково, что здесь, что здесь. И вырисовываются у нас такие зазоры, вот здесь по миллиметров, ну, наверное, чуть ли не. Ну, что найти? М8-й болт, да, найти? Седьмое сверло. Ага, вот. 7 миллиметров зазор. И здесь, а, нет, здесь, ну, примерно тоже 7, потому что вот в этом месте влазит дальше, клинит. Ну, это у нас уже бампер диктует. Это у нас норма. Норма, 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 потому что мы все равно эти зазоры не можем сделать меньше. Правильно? Нам или крышку растянуть, или бампер урезать. Поэтому норма. Сейчас, наверное, кофеек попью, еще раз подумаю. Где поприхватывать надо точки, поубирать зажимы стекло, померить. Хотя понту его мерить, оно и так подойдет. Но все равно можно убедиться померить стекло. Ага, что хотел показать. С щупами реально пользоваться. Это мне Женька с Германией подарил. Я не знаю, где их купить. Вот, смотрите, написано. 3, 3, 7, 1. Фольц Кауди. Мадуэн Германия. И вот книга какой-то. Книга, книга. Очень удобно. Жень, спасибо. Блин, прикольно. Не надо ходить, сравнивать, впяливаться. Вот взял четверку. Пролез, да, четверка. Но она здесь как бы вот тут вот не лезет, не лезет. Потом дальше. Лезет, болтается, опять не лезет. Ага, лезет, лезет. Она то лезет, то не лезет. В общем, четверка пролазит. Кроме одного места. 4,5 нигде не пролазит. Только тут. Потом пришли к этой стороне, где крыло будем варить. Взяли опять четверку. Пролазит, 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 пролазит. Тугенька пролазит. Значит, надо немножко отвести будет. Зажимчик сейчас послабее. И так. Чик, все, и он отвелся. То есть четверка вот пролазит. А 4,5 уже не пролазит. В общем, Жень, спасибо. Классные штуки. Где купил, не знаю. Потому что мне их подарил, подарил Женька. Очень удобные. Я вот когда крышу делал, сразу собрал себе кассетку. Там одну. Вот так вот собрал, пошел, померил, померил. Предлагаю всем попить кофе. Сейчас я все-таки, наверное, это еще раз подумаю. Пересмотрю. И будем варить. Буду варить. Итак, половина крыла больше обварена. И возникла проблема. А где мой штатив? И это хорошо, что проблема возникла. Будет снять ее. Покажем решение. А то просто снимать сварку в дула, как я тут варю. Это неинтересно. Вы в этом хламе штатив видите, нет? Во, засрался. Ну как так? Во, нашел. Курткой закрыт был. Верно полчаса назад пришел коммент. Как ты варишь, что у тебя не ведет? Кто он такое сказал? Я знаю, рехтовщиков так варят, что потом оловом наплавляют стойки. Андрею Ибищенкову привет. Мы оловом не наплавляем, что нас сильно не ведет. И мы исправляем это. Значит, крыло обварено, прихвачено, обварено. Все класс. А вот тут уже не класс. Уже не класс, не класс, не класс. У меня немножко кантик не совпал. Я взял вот споттер, поставил петельки. Ну, чтобы отвертки так не колупать. Натянул буквально понты. Потом так чик-чик-чик. Поприхватывал, поприхватывал. Раз, два, три, четыре, пять точек вот на этом шве. Варится отвратительно, потому что я же молодец. Я же там загрунтовал всю человеку. И в итоге получается провал. И нужно его исправить. Чтобы показать... Блин, давайте я что-то найду. Кусок металлической шинки. Ну, вроде ровный. Пойдет. И смотрим на провал. Вот у нас получается. Вот уже провал. Тут богор что-то выскочил. Вот, видите, есть маленький провал. Это ничего страшного. Это я, наверное, оттуда... Он пытался с монтажкой. Тут где-то наковырять. Наверное, вот надавил не туда, куда надо. Вот получается провал. Как же варить провал? Можно заварить, а потом мост поставить. Но здесь, во-первых, мост неудобно ставить. Поэтому, я думаю, будем сразу его варить. И вообще, провал это не есть плохо. Если есть... Ой, не провал, а провал. Провал. Да, провал это не есть плохо. Если у вас есть провал, значит, вы качественно провариваете металл. Его тянет. Его в любом варианте тянет. Сейчас, если получится, вот этой заголубиной завести. Фига. Не получится. Хотя... Хотя может и получится. Так, ну где-то вот, как раз. Не получается. А если по-другому, тем более не получится. Блин, а что делать? Значит, будем варить с помощью споттера. Подсоединяем наш споттер. Сразу сейчас я приготовлю. Так, взяли наш споттер. И пробуем выдергивать провал. Если бы там не было закладной, то было бы гораздо проще. Можно было сейчас взять ножик с загнутым кончиком. Завести, отдавил, прихватил. Но так же он не получится теперь. Не варит. Интересно, что это было? Это, наверное, масса была. Есть. Сейчас я прихватываю до тех точек, которые закладную держат. О, смотрите, ох, и поддавили. А до точки приварит? О, кстати, до сварочной точки тоже хорошо варит. Ой. Придавливает. Во, у нас уже на этом участке провал один. Вы же помните, у меня офигительный зум. Поэтому мы сейчас зумом все поделаем. У нас уже на половине участки нету провала. О, вам как раз вот так вот видно сейчас должно быть все вот эти вот изъяны, неизъяны, линии, не линии. В общем, кирспоттером дальше. Хотя можно уже был этот момент проварить. Ну, дальше подергаем заточку. Видно хоть, как вытягивают? Ой, не видно. Я же все руками закрыл, да? О, видно? Видно линии бликуют? Подтянули. Сделали бугор. То есть, у меня, как у всех людей, тоже тянет. Поэтому в этом нет ничего плохого, что тянет. Блин, оно цинковым грунтом загрунтовано. Ну вот, примерно. Ну, и уже нормально. Можно еще одну точку эту подтянуть. Можно еще здесь подтянуть. Здесь как раз как бы кантик идет. Он здесь чуть-чуть прибит. Это я так подгонял. Ой. Оторвалось. Немножко. Вот. Не знаю, как он там видно. Но уже в принципе особого и провала нет. Сейчас точку наклацаю. Точек наклацаю. Немножко зачищу. Опять посмотрю. О, видите? Уже бугоряка. Все. Нету провала. Нету провала. Видите? Вообще нету. Нету. Это вам ответ на тот момент. Как я борюсь, чтобы не вело. С поттером борюсь. Вот, поварил. Еще не увело. Еще не увело. Сейчас немножко подостынет. И дальше еще точек добьем. Вот такие точки. Так они выглядят. Вот вдруг кому интересно. Вдруг кому интересно, как они выглядят. Вот так они выглядят. Варится на таком, на нормальном токе. На хорошем токе варим. Сильновато. На сильном, на сильном. Поэтому, кто вчера смотрел, я там рывками варил так. Др-др-др-др-др. Вот так и здесь. Рывками. Но я поздравляю всех. Мы выполнили обалденно большой кусок работы по этому автомобилю. За период, который мы делаем. Ну, хотя да, вы сейчас скажете, конечно, вторую неделю нас мучаешь этим автомобилем. Вот, только-только без 15,6 закончил сварку крыла и панели. Как-то это все долго очень. Примерки, намерки, фары, бампера. С чего бы начать. Да не... Все обварено. Зачистил. Тоже швы, как положено. Тоже не зачал, как положено. Вот так, видите, вот сопля такая висит. Все то же самое. Сопля. Сопля, сопля. Это шок не чистил. Тут не чистил, не чистил. Осталось мелочевочки. Осталось изнутри почистить, подбить. Вот, видно, точки повылазили. Их зачистить. Да, разрыв где-то вот есть один маленький. Тут разрывчик. Вот разрывчик. Да, зачищать. Здесь чистить не будем, потому что здесь с завода должно быть масло-то. Готово-готово. Значит, я поварил. С поттером еще раз продергал. Очень трудно уже дергаться, потому что самой сварки споттер очень плохо приварил. Это я молотком неудачно ударил, поэтому здесь тоже выдергал. В итоге что имеем? Вот что имеем. Вот, как вы видите, вот оно плотно. Но на самом деле здесь же радиус идет маленький. Поэтому это, то что плотно, это как бы считается провалом. Но нам провал нужен. Надо, чтобы куда-то малыш шпаклю вложил. Лучше, да? Лучше по шпаклю положить, чем будет бугор снаружи. Вот так вот, вот так вот. Ай, как все криво. Готово, готово. Ага, здесь контактной сваркой. Андрей Бущенков посоветовал контактной сваркой поварить. Андрей, я и здесь вот поварил. Мне так впадло было это. Мне так впадло было сверлить дырки и варить полуавтоматом, что я здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, как всегда, до верха контактной сварки поварил. Заварено. Порок заварен. Заварено. Под домкратник приварен. Точку забыл зачистить. Ай-яй-яй. Сейчас зачистим. Отвратительно варится машина. Потому что этот гребаный цинкованный грунт на ней или кузов, ну, кузов на реле оцинкованный. Ну, что-то цинкованное в ней есть. Стреляется, пол забивается. По крылу осталось арку завальцевать. Ничего не завальцевал еще. Не хочу. Завтра. Хватит на сегодня. А, и шов изнутри зачистить. И все, да. И здесь вот может где-то почистить. Надо будет подбить. Кантики. Ага, вон, дырка светится. Заварить надо. Цель была приварить вот этой и панель. В принципе, цель дня выполнена. Но немножко не успел. Конечно, еще там облагородить. Где-то там болгарки. Кантик подбить. Но это уже завтра. Завтра цель дня. Крышку сделать. Потому что она у нас поломанная. Будем завтра делать крышку. Завтра суббота. Такой полукороткий рабочий день. Вот это надо как-то разровнять. Набрать уже. А, ну что набрать. Уже собрать. Там еще одна синяя пластмасска. Вот эта поломанная. О, ее можно и не паять, в принципе. Человек вот спаял. Ну так, чисто ради декора. Не знаю. Будет желание, можно и спаять. Ушко хотя бы припаять можно. О, а если пайка будет, то можно и фару, ушки фары попаять в передней. Ну, основной. Все готово. Завтра крышку добиться. Мелочек добью. Соберу немножко. Из понедельника переходим на морду. На морду здесь понты. Здесь два таких самых места на морде. Это порог. Это морда считается. Порог, усилитель. И, да и все, капот. Да, что тут капот делать? Отбить до этого. Да спатернуть пару раз. Это мелочь. В общем, люди еще по плану. Несколько рабочих дней. Не, да, третьей недели не будет. А может и будет. Всем до завтра. Всем пока. На деда канал Реаниматора подписываемся. Андрей Пищенков привет. Ну, в общем, всем привет. И всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова